Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Настоящая революция в технологиях Спутниковое телевидение Скоростной интернет Мобильная связь Сегодня без этого нашу жизнь невозможно представить Удивительно, но большинство современных технологий Работают по принципу Старого радиоприемника За счет радиоволн Ну что, начнем Радио Радио Первое, с чем ассоциируются радиоволны Но в отличие от приемника Их невозможно услышать, увидеть или пощупать Можно лишь предположить Как они выглядят Представьте себе Небольшой пруд с абсолютно спокойной водой Если бросить в него камень От места падения Начнут расходиться круги Так антенна передает радиоволны Только вместо камня в пруду Передатчик, подающий электрические импульсы С определенной частотой Если продолжить сравнение И представить круги на воде в разрезе Мы увидим синусоидальные колебания Они сродни невидимым радиоволнам Которые могут затухать Преломляться И отражаться от поверхностей В 1888 году немецкий физик Генрих Герц Впервые доказал существование электромагнитных волн Что эквивалентно радиоволн сейчас использован в обиходе Самой простой технологией В которой люди смогли реализовать потенциал радиоволн Стало обычное радио Правда, сейчас радио и принцип его работы Стали совсем другими Однако первооснова Радиоволны Осталась неизменной Читаем СМС-сообщения Под которых свалилась просто куча Потому что всем есть что рассказать Диджей говорит микрофон Этот сигнал Поступает на пульт Звукорежиссера После этого Он поступает уже в техническую комнату В котором находятся Декодеры Один декодер переводит в цифровой сигнал И передает посредством обычного выделенного канала По аналогии с домашним интернетом Посредством этого передатчика Мы слушаем на радиоприемниках Радиоволны Нашей радиостанции Радиоволны передаются в воздушную среду И распространяются вдоль земли До тех пор пока либо не затухнут Естественным образом Либо не отразятся от встреченного На своем пути препятствия Либо пока их не поглотит Принимающая антенна Расстояние которое может преодолеть Радиоволна Зависит от ее мощности и диапазона К примеру сверхдлинные волны На которых вещают международные радиостанции Затухают обогнув землю Два-три раза А волны за счет которых работает блютуз В телефоне затухают уже через 10 метров Радиоантенна постоянно излучает в пространство Волны неизменяемой длины и мощности Когда диджей говорит в микрофон Он создает звуковые колебания В микрофоне звук трансформируется В электромагнитный сигнал Он попадает в усилитель Увеличивающий мощность сигнала Чем выше мощность Тем большее расстояние преодолеет радиоволна Для того чтобы самому банально создать радиостанцию Нужен микрофон Усилитель для него Для микрофона И сам передатчик Который преобразует звуковые волны В радиоволны Собственно говоря Этот передатчик Составляет единое целое Фактически с антенной Которая излучает эти радиоволны Распространяющиеся Во внешнюю среду В современном радиовещании Используются не только антенны Связь идет через космические спутники И в этом радио не отстает От другого средства массовой информации Телевидение Ведь телевещание работает по тому же принципу Сигнал передается с помощью радиоволн Сигнал от студии телекомпаний Поступает на башню По оптиковолоконным линиям И по кабелю уже поступает сюда Здесь он корректируется И поступает на телевизионный передатчик Где он соответственно преобразуется Усиливается И поступает на антенну непосредственно Антенна уже распространяет в эфир радиоволны Здесь находятся передатчики Практически всех телеканалов Вещающих на территории России Сейчас мы находимся В зале телевизионных передатчиков На Останкинской телебашне Зал расположен на пятом этаже Это отметка 19 метров Схема телевещания Очень схожа с радиовещанием Эти передатчики Необходимы для того, чтобы Передавать телевизионный сигнал И многократно усиливать его Отсюда сигнал Поступает через весь ствол башни В антенную часть И вот здесь антенны Располагаются И от них уже радиоволны Идут в эфир И поступают телезрителям Принимающие антенны На домах улавливают эти радиоволны И преобразуют их в электрические импульсы Чтобы передать дальше По проводам в телевизионный приемник Телевизор многократно усиливает сигналы И перекодирует их в изображение и звук Но можно ли при помощи радиоволн Превратить обычный телевизор во что-то большее? Таким вопросом задались ученые Научно-исследовательского института радио Перед вами обычный аналоговый телевизор И к нему подключена цифровая приставка С помощью этой приставки Можно смотреть цифровое телевидение И также у нее есть различные функции Ну, как, например, вы можете С помощью карточки Обычной, банковской Оплачивать различные услуги Уникальная разработка превращает телевизор Из развлечения в незаменимого помощника Например, уличные терминалы оплаты Скоро пропадут за ненадобностью Нужно ставить карточку в картридер Потом мы можем оплатить услуги сотового телефона Действия для современного человека привычные Выбор оператора связи Введение номера телефона и суммы платежа Несколько мгновений И система подтверждает Платеж принят Одновременно извещение приходит и на мобильный телефон Мне пришло сообщение о том, что мне пришли деньги Но это далеко не все, на что способен Оснащенный приставкой телевизор С помощью этой системы также можно заменить паспорт Вызвать милицию, оплатить налоги, оплатить услуги ЖКХ С помощью приставки, которая будет ставиться в каждую палату Можно вызвать медсестру, посмотреть расписание обхода Неограниченные возможности обычного телеприемника Заслуга самых обыкновенных радиоволн Точнее, целого их спектра И вот в этой системе, в этой телевизионной приставке Которую мы называем инфокоммуникатором Объединяются различные системы связи Системы радиовещания Системы передачи данных Системы WiMAX, Wi-Fi Вот в этой все приставке все это позволяет делать Объединять разные радиоволны Максимальным комфортом радиоволны смогут обеспечить нас только в ближайшем будущем Но уже сегодня на их основе существуют технологии, служащие спасению жизни Вот эта система просто вся напичкана радиотехнологией Она прямо из них и состоит Сама система датчиков, датчики физических величин Объединены сенсорной сетью И любое происшествие, которое фиксирует датчик физической величины Или возгорание, или газовая, или там сейсмичность Он тут же по сенсорной сети с помощью радиоканала Передает на соседний сенсор И дальше к диспетчеру Это уникальная система пожарной сигнализации Она не имеет мировых аналогов Самые современные пожарные системы Нацелены на борьбу с дымом и огнем У новейшей разработки российских ученых иной подход Гораздо важнее предупредить людей об угрозе И помочь им быстро найти выход из опасного здания Я захожу в комнату, имея сотовый телефон Как только я зашел в эту комнату Терминал сенсорной управленческой сети Зафиксировал по излучению этого телефона Мое местоположение При возникновении возгорания, либо задымления Датчик в соответствующей комнате зафиксирует это И разошлет полученную им информацию До каждого конкретного пользователя Мы можем про это сымитировать Внимание! Обнаружено задымление Срочно проследуйте в укрытии МЧС На мой мобильный телефон пришло сообщение Голосовое и визуальное О том, что я должен делать Даже в случае выхода из строя одного датчика Система все равно сработает В случае техногенной катастрофы Или интернет, скорее всего, сразу отключится Как и телевидение То, что было пожар в Останкинской телебашне Хорошо это продемонстрировало 27 августа 2000 года В 15 часов 8 минут по московскому времени В управление противопожарной службы поступило сообщение О пожаре на Останкинской телебашне Спустя 11 минут на место Прибыли первые наряды пожарных К этому моменту густой дым окутал Всю верхнюю часть башни Половилась оплетка телевизионных кабелей Поджигая все новые и новые участки В 16.20 один за другим начали прекращать вещание Центральные телеканалы Восстановить вещание с телебашни Удалось лишь через два месяца Сейчас практически невозможно Чтобы сигнал не вещался с башни Приняты достаточно серьезные меры для этого Поэтому сейчас мы работаем уже в стабильном таком режиме Сегодня на защите Останкина Самые современные системы пожаротушения И система оповещения об опасности Московский филиал РТРС То, что у нас в простонародье называется Останкинская телебашня Вот на этой телебашне мы сделали опытный участок Нам надо было проверить вообще отношения людей Имеющих некоторый опыт в этой ситуации Как они воспримут эту систему Сейчас мы находимся на 248 отметке Останкинской телебашни С целью демонстрации Системы оповещения людей О чрезвычайных ситуациях Внешне датчики не отличаются От тех, что можно встретить В современном офисе или квартире Но начинка совершенно иная Внутри каждого микрочип С серьезным программным обеспечением Для монтажа системы Не требуется тянуть провода Достаточно прикрепить датчик И благодаря использованию радиоволн Система сама организуется Как только датчик улавливает дым Система отправляет сообщение Ответственному за безопасность Внимание! Обнаружено задымление Все находящиеся в здании Получают подробный маршрут спасения С описанием и фотографиями Куда нужно идти Это предотвратит панику И позволит людям Спокойно покинуть помещение ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Произошла внештатная ситуация На 248-й отметке Производим эвакуацию Это инженер Бородулина Когда уже у человека в панике Возникает внешнее управление Он становится спокойным Но на сегодняшний день Радиотехнологии Позволяют нам выжить В техногенной среде Но чем больше радиоволновых приборов Тем выше вероятность Сбоевых работе Ведь находясь поблизости Радиосигналы могут глушить друг друга Каждый прибор Помимо работы на своей частоте Излучают побочные сигналы Электромагнитный шум Зачастую радиошум Попадает в спектр частот Других приборов И это пересечение Приводит к помехам Самый простой пример Такого конфликта Знаком многим Если ваш телефон Лежит около компьютера То они не мешают друг другу Но как только на телефон Поступает вызов Компьютер чувствует звонок И издает шипящий сигнал Как это происходит Можно увидеть В этой необычной 3D-комнате Который предназначен для того Чтобы дать человеку возможность Увидеть то, что он не может Увидеть своими собственными глазами Причем увидеть не просто На экране монитора А увидеть, так сказать Во всем глубине И во всем многообразии Так как это присутствует В реальном мире Именно здесь можно Если не увидеть радиоволну То понять Некоторые ее свойства Здесь показан пример Когда мы анализируем Электромагнитную совместимость Между сетью цифрового вещания Расположенного на территории Российской Федерации И между станцией Которая находится на территории Украины Сейчас я продемонстрирую Что может произойти Если я перемещаю Один из передатчиков Ближе к границе Той станции, на которой Я уже и так оказываю помеху И видите, фактически Вся зона обслуживания Превратилась в красную Подобный радиоволновый конфликт Всегда возникает При работе нескольких передатчиков На одной территории Его развитию способствует Мощность оборудования Разность частот и диапазонов Оборудование позволяет Рассчитать расположение Радиоволновых передатчиков И антенны еще на стадии Строительства крупных объектов Это район, где будет проводиться Сочинская Олимпиада Красная Поляна Сочи, Туапсе Была поставлена задача За короткие сроки Развернуть в данном районе Большую сеть Наземных цифровых Передающих станций Известно, что в горах Распространение радиоволны Крайне осложнено Постоянные перепады высот Блокируют возможность Их непрерывного распространения Любые препятствия Земля, вода, деревья Являются плохими проводниками И глушат радиоволну Вы наверняка сталкивались С подобным конфликтом Когда в квартире с одной стороны дома Телевизор отлично работает А у соседа с противоположной стороны Антенна почти не ловит сигнал Палитра, которую вы можете увидеть На местности Она показывает Собственно, нам тот уровень сигнала И, соответственно, то качество приема Который получит телезритель В каждой конкретной точке Очень советую вам жить В красной зоне И не советую вам жить В зоне, которая охвачена Синим цветом Потому что это совсем Низкая напряженность Полезного сигнала Который ни один бытовой телевизор Не в состоянии будет принять И правильно показать на экране Мы сталкиваемся с радиоволнами Гораздо чаще, чем могли бы предположить Доброй ночи, товарищ водитель Инспектор ДПС Третий медаль из городского пола Саша, лейтенант, документы ваши Привы шарики Полицейский радар Хорошо знакомое Каждому автолюбителю оборудование Использующее свойства радиоволн Это камера Она снимает Транспортное средство Которое нарушает Этот прибор фиксирует скорость Помимо ручных приборов Скоростной режим на дорогах Контролирует и стационарные ПКС Приборы контроля скорости Увидеть такие можно На любой крупной автотрассе Прибор непрерывно посылает Радиоволны на определенный участок Дороги длиной 50-60 метров Это позволяет фиксировать Скорость передвижения автомобилей С невероятной быстротой Два раза в секунду Передатчик излучает сигнал высокой частоты В данном случае это 13,6 ГГц Этот сигнал является зондирующим После отражения от автомобиля Этот сигнал возвращается обратно И принимается приемником Излучение происходит От радиолокационного блока И принимается этот сигнал Тем же радиолокационным блоком Приемным трактом Затем этот сигнал переводится На промежуточную частоту И поступает в систему обработки Полицейский радар Как радио и телеантенна Оборудование Распространяющее радиоволны В воздушном пространстве Не знающим препятствий Но могут ли помочь радиоволны Когда нужно заглянуть под землю Ну вот, мы выехали на объект Значит, задача найти газовую трубу На глубине 2,5 метра Почва не пропускает радиоволну Глубже, чем на 15 сантиметров Если только радиоволна Не исходит из этого неприметного прибора Это единственный в мире георадар Способный заглянуть под землю На глубину до 5 километров Уникальный инструмент Разработанный российскими учеными Для исследования других планет Программа Марс-94 Предполагала, что По поверхности Марса Будет двигаться марсоход А на нем должен был Быть установлен прибор Который бы решил Есть ли жизнь на Марсе А если более конкретно То есть ли на Марсе вода Пока георадар Еще не успел побывать на Марсе Но его уникальные свойства Пригодились и здесь, на Земле С помощью нашего георадара Мы искали и уголь Искали, и медь В залеже марганца Заключенные захоронения В археологии Прибор работает по тому же принципу Что и полицейский радар Но мощность его передатчика В 10 тысяч раз выше мощности Всех имеющихся в мире георадар Это позволяет работать Без ограничения На влажность грунта На поглощающие свойства Там, где Многие другие георадары Принципиально работать не могут Как на влажных болотистых грунтах На влажных подмосковных глинах И суглинках Мы работаем без ограничения Столкнувшись с Землей Радиоволна не затухает А пробивается дальше На максимально возможную глубину Это стало возможным Благодаря уникальному усилителю Так исследователи получают данные О том, что находится в недрах Земли У меня в руках блок управления Индикации георадара Который осуществляет запись В цифровом виде сигналов Полученных с приемника В память прибора И одновременно выводит На жидкокристаллический экран Картинку геологического разреза Который мы получаем Для принятия решений Непосредственно при работе в поле Даже если обратный сигнал Будет в миллион раз меньше Отправленного вглубь Земли Ученые все равно получат Достоверную информацию о том Что находится у них под ногами Мы сейчас прошли георадарный профиль Который пересекает газовую трубу На экране мы видим Уверенный радиообраз Четкий трубы Видите гиперболы Который располагается Верхняя часть на глубине Порядка двух с половиной метров Труба расположена В традиционно очень сложных Для георадара условиях Это влажные подмосковные суглинки В воздухе или на земле Где бы не использовались радиоволны Началось все с простого приемника Он и сегодня, спустя сотню лет Вдохновляет ученых на новые открытия По сути дела Открытие радиоволн Это действительно В науке и технике Производитель революционный скачок Это космическая связь Это телевидение Это все области Которые я называю Медицина Все это связано с радиоволном Мы никогда не сможем их увидеть Но с их помощью Можем смотреть и слушать Покорять новые миры И исследовать свою планету С каждым годом наша жизнь Становится безопаснее и комфортнее И все это Благодаря удивительным свойствам Радиоволны Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова 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 Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова